Наш телеканал уже сообщал о ходе подготовки футбольной команды «Тверь» к предстоящему сезону. Таким образом, 2020 год станет знаковым в развитии этого вида спорта на территории нашего региона. Между тем, не все даже большие поклонники игры с мячом знают, что такое уже было в истории Верхневолжья. Ровно сто лет назад в губернтской столице произошло сразу три больших события, которые стали важнейшими вехами для тверского футбола. «Тверской футбол еще до революции был на первых ролях в нашей стране», рассказывает Олег Власов, который давно занимается историей развития спорта номер один в Верхневолжье. Наша губерния успела поучаствовать даже в чемпионатах Российской империи. Неудивительно, что в 1920 году для участия в первенстве РСФСР команде МКС «Морозовский клуб спорта» удалось собрать крепкий коллектив, который уверенно пробился в финал, где состоялся упорнейший поединок с командой «Москва». В первом тайме вратарь наш, известный Кондратьев, отразил пенальти при счете 0-0. Потом пропустили наши футболисты, тверичане голы, но отыграли во втором тайме 1-1. Самое интересное, что во втором тайме команда МКС играла весь тайм в десятером, потому что игрок получил травму, а в то время замен не разрешалось. И они играли в десятером и не удержали, за две минуты до конца пропустили решающий гол. В том же 1920 году произошло еще одно событие, значение которого можно было оценить лишь многие годы спустя. Рядом с императорским дворцом оборудовали футбольное поле, которое сейчас прекрасно известно каждому тверскому любителю этой игры. С дореволюционных времен это место было известно как плац. Тут маршировали войска, расквартированных в Твери частей. Вон с окна вот того балкона в императорском дворце наместник принимал эти парады. Ну а в 1920 году тут решили организовать футбольный стадион. Стадион, конечно, звучит довольно громко по нынешним временам. Тогда никаких трибун не было, просто сделали футбольное поле, разметка, трава. И так и появилась та самая арена, которая впоследствии стала называться «Химиком». И еще одним фактом отметился 1920 год в истории тверского футбола. В Верхней Волжи состоялся первый чемпионат. Причем тогда, в разоренной гражданской войной стране, в нашей губернии набралось столько команд, что их количеству позавидовали бы и теперь. В нем участвовали 14 команд. Вышневолочок, Киморы, Зубцов, Старица, Осташков, Торжок, Ржев. Красный Холм даже была команда. Корчево город, сейчас он Конакова. Вот 14 команд в то время играло. И играли очень на неплохом уровне. Сейчас, ровно век спустя, у тверского футбола снова начинается подъем. В регионе опять появился профессиональный клуб. Хотелось бы надеяться, что в будущем сезоне он не ударит в грязь лицом и достойно выступит, если уж не на всероссийском уровне, как сто лет назад, то хотя бы даст бой в своем дивизионе «Запад» ПФЛ. Продолжение следует...